Сейчас станет Татьяна Сергеевна и вмажет. Ну, я вмазывала много раз. Я видел, ну, как могли уничтожить лучший жанр. Солнышко, я не министр культуры. А если были? Сказка, ложь, давний намёк. Добромолодцам урок. Вот поэтому я сказочница. Есть люди, которые мечтают снять детское кино. Будут фильмы, будут режиссёры, будут фильмы. Сейчас перестраивается всё. Понимаешь? От словов «всё». Я Март. Отлично, это «Откройте, Давид». Наталья Вандарчук. 12 месяцев. Давай, с вами. Switch! Начнём. Сразу с места в карьер, чтобы были хорошие новости. Хочется же хороших новостей из мира кино, наконец-таки. Вот сейчас вы работаете над сколькими фильмами и о чём они будут? Вы знаете, я завершила, наконец-то, два фильма. Это фильм «12 месяцев». Итак, Наталья Сергеевна снимает сказку «12 месяцев». Он выходит в прокат, причём такой всероссийский прокат. И иные. Это фильм о детях с особенностями развития уже показали в Турции, как новое кино. Здравствуй, Тиночка. Ай, знаете, вот мы сегодня пораньше пришли, не пошли сегодня в школу. Мы, наверное, больше вообще в школу ходить не будем. А, как так? Знаете, я даже не подозревала, что моего сына травят в школе. Да, но это обычная история вообще-то. И сейчас, боюсь гладить даже, боюсь гладить, это предподготовительный период к новому фильму «Снегурочка» по Островскому. Здравствуйте, я Наталья Бондарчук. Я совсем себя не знаю. Не помню. Я, закрывая глаза, уже не могу вспомнить своего лица. А ты? Мой отец Сергей Филович Бондарчук. Моя мама Инна Макарова. Я родилась в замечательной семье, и поэтому я стала актрисой, кинорежиссёром, сценаристом. У меня двое детей, Иванда Мария Бурляева и семь внуков. Вот при всём таком разнообразии сегодня у вас фильмов, почему, как вы считаете, так мало их сегодня транслируют? Почему сегодня нет этих трансляций на российском телевидении, в российском прокате? Погоди, будут. Для этого мы создаём фронт культуры. Николай Петрович Бурляев, мой бывший муж, создаёт фронт культуры. Потому что, когда было голливудское кино, где было наше место в прокате? Ну, где-то у туалета маленькая фишка, здесь вот такой вот фильм идёт и так далее. И только там два-три фильма, блокбастеры, они выходили, и тоже там пометочка. Здесь не лентом сняты, с этим и с этим. Сейчас американского кино не стало. Но оказалось, что своего-то контента у нас маловато, мягко говоря. И сейчас будет всё вот так вот перестроено. Потому что у нас исчезли детские кинотеатры. Когда я выпустила фильм «Детство Бэмби», я посмотрела сразу же 17 миллионов детей. «Если ты не нарушишь природы покоя, в мир лесной приоткрою я дверь. Гостя доброго примет хозяин любой, словно дети доверчивы звери. За зелёной оградой волшебной страны нет ни лишних, ни злых. Все добры равны. В этот мир вас сейчас проведу я и поведаю сказку лесную». У нас в каждом дворике был «Искорка», «Пионерчик», там этот детский кинотеатр специально для детей. Сейчас появились какие-то тенденции. Пушкинская карта. Человек может пойти и государство говорит «Идите, только идите и смотрите». Поэтому я надеюсь, что фильм «12 месяцев», который сейчас у меня будет в прокате, он как-то уже отреагировали, заинтересовались, во всяком случае, фильмом. Но кинотеатров-то, вот у нас половина кинотеатров уже закрылась. То есть проблема на проблеме. И их надо как-то решать вот так вот, пакетом. Наталья Сергеевна, а что это за места такие красивые, куда мы приехали? Ну, мы приехали от дома 7 минут, да, мы ехали с тобой. И здесь прошло мое детство. Вот в этом данном случае лесу. Мы собирали грибы с бабушкой-сибирячкой. Тихо, не падай, особенно на меня. Вот, значит, здесь не только детство прошло. Здесь я снимала 12 месяцев. Вот конкретно здесь, вот на этом месте, вот тут разжигался большой костер, детки стояли. Дело в том, что у нас были эти костюмы театральные. И в холод. И вот такая погода. Ну, не очень холодно было. Ана Сергеевна, мы закрыли на дверях. Да. Смотрите, когда-нибудь. Да. Хорошо. Так, раз, открыли. Оп, все. Королева вошла. И когда вошла королева, да, умничка, присесть к нигзору. Ну да, сейчас вот эти вот все интернетные движения и так далее, это помогает. Вот. И неважно, посмотрел человек в интернете это или нет. Хотя некоторые фильмы, некоторые фильмы нужно смотреть только на большом экране. А дети, когда они приходят с бабушками и на хорошую детскую картину, то бабушки просто вот в кайфе. И дети. Там нет ничего страшного. Там нет убийств, там нет крови, там нет ничего этого. Нет. Есть только сказка. Сказка. Ложь, да в ней намек. Урок, добрым молодцам урок. Вот поэтому я сказочница. Я не хочу тратить свою жизнь, а ведь это долгий период, когда ты снимаешь, на что-то другое. Либо я снимаю о великих представителей Золотого века. Это Пушкин, это Гоголь, это Лермонтов, Достоевский, Толстой и так далее. У нас был и есть Золотой век литературы. Золотой век. Дальше был Серебряный. Так вот, мне кажется, что биографии великих людей нужно обязательно вспоминать. Ну вот в этом году это 200-летие Островского, поэтому я начинаю снимать Снегурочку. Очень хотела бы снять такую биографию об Островском. О Льве Толстом нужно снимать. То есть Сергей Аполлинович Герасимов о последних только днях Толстого снял. Сама я осуществила только свою мечту, сняв фильм «Пушкин. Последняя дуэль» об Александре Сергеевичу Пушкине. Десять серий «Одна любой души моей» тоже об Александре Сергеевичу Пушкине. И о Гоголе успела на Украине снять о Гоголе. У вас есть рейтинг своих любимых артистов? Вот кого бы снимали, вы и снимали. А я так и делаю. Ну я снимаю из фильма в фильмы. Мне очень нравится, например, Сергей Безруков. Да, мне говорят, вот он везде. Да везде, потому что он может всё. Он может всё. Я очень хотела снимать ещё Заворотнюк. Потому что она так прекрасно сделала в Гоголе образ. Из нянь она вдруг прыгнула в 19 век и очень благородно сыграла с Евгением Речко. Она замечательно сыграла. Она поняла, что это выход сняться в такой картине. И она играла Смирнову Рассет, Черноградзову Рассетти, который был влюблён и Николай Павлович, и Пушкин, и Гоголь. И они подружились так с Гоголем. До самого конца они дружили с Гоголем. И я очень благодарна Насте. Конечно, я за съёмки заплатила, а за звучание что-то мне не было денег. Она мне дала вот такой ворох роз и сказала, «Вы даже не представляете, Наталья Сергеевна, что вы для меня сделали!» Вот я, значит, её обняла. «Вы мне ничего не должны, ничего!» Но вот заболела. Она даёт сейчас то, что она живёт с такой болезнью, даёт какое-то... Это тоже жертвоприношение. Она бы могла уйти, но она не хочет. Она не хочет уходить. Она даёт надежду тем людям, которые только-только заболели этой болезнью. И что, так или иначе, это труднейшее раковое заболевание, которое излечимо. Я ей желаю, очень желаю, чтобы она излечилась. Я снимаю сказки. Но сказки такие фэнтези. Фэнтезийные сказки. Где говорящие заяц и так далее. Дети это страшно любят. И вот со времён «Бэмби», где у меня снималось, что-то такое 150 видов животных. Нет ни одного такого фильма. Просто нет. Да ещё Миша Евдокимов успел это озвучить на разные голоса. Там у меня два бобра разговаривают. Один голосом Леонова, другой голосом Попанова. Ну что, друг, как водичка сегодня? Вода навсегда укусная. И всё, говорит, что, Леонов приезжал озвучивать бобра? Я говорю, да. А что? На самом деле это Миша Евдокимов потрясающе озвучил. Подэтуша, подэтуша. Даже, ну в общем, все-все такие известные актёры озвучивали у меня животных. А нет внутренней какой-то, может быть, внутреннего диссонанса или, может быть, даже обиды? Потому что сегодня режиссёров-сказочников, если можно назвать так, вы одна остались. Я же тоже хожу в кинотеатре. Я же вижу, что идёт, например, у нас, да? Ну, ну что? Я с таких фильмов ухожу. Я очень долгое время ждал, когда Снежная королева ваша выйдет в кинотеатр. Ну, посмотрел? Как, естественно. Но не ушёл? Нет, конечно. О чём может идти речь? Какая там Анечка у меня, Снежная королева. Твой дом здесь, мой мальчик. Ты помнишь что-то ещё? Смутно. Всё хорошо. Теперь тебя ничего не будет беспокоить. Но ты понимаешь, обида есть. Колоссальная обида. Этот фильм должен был быть в 3D. Он так был рассчитан. Эти камеры, которые Маша Соловьёва, моя постоянная гениальная женщина-оператор, потомственный оператор, она ученица моего Юсова, Вадим Иванович. Снимали в 3D, выстраивали каждый кадр, я видел несколько кадров, это бесподобно. Мне не хватило... Смотри, потратили деньги инвесторы, большие деньги, и мне не хватило 50 миллионов рублей, чтобы завершить картину, там компьютерная графика, и вот в 3D перевести. И мне дали вместо 50, знаешь, сколько? 5 миллионов 300 тысяч. И этим загубили всё. Вот от слова «всё». Я не хочу вспоминать этих людей. Они живы, они здоровы относительно. Вот, но это загубленный проект. Да, я сейчас... Последняя картина – это не уровень «Снежная королева». Я снимала на коленке, в буквальном смысле слова. Но я ни разу не останавливалась. Ни разу. Что мне это стоит, это одному Богу известно. Пока всё ещё не перестроилась. Я очень надеюсь на помощь того же Минкульта. Вот, Снегурочка. Ой! Наталья Сергеевна! Моя дорогая Снегурочка, помоги нам! Четыре! Снимаем! Всё отдам, всё вовремя сдам. Сценарий уже готов. Готовы. Есть спектакль. Ребята, я готова. Только помогите. И не давайте мне больше средств, чем другим. Дайте мне столько, сколько другим вы даёте. Но вот так вот. Всё вот так. Поэтому очень жду этой помощи и надеюсь. А если, например, обратиться к Фёдору и снять вдвоём? Нет. Фёдор самостоятельно совершенно. Вот он мне совсем на днях буквально предложил. Давай я спродусирую твой фильм. Следующий. Я понимаю, что это будет хороший, может быть, фильм. Но в тех условиях, в которые он работает, я не работала никогда. Объясню. Да, денег мало, но, как тебе сказать, я сама себе хозяйка. То есть я написала сценарий, я выбираю сама актёров. Этих актёров он никогда в жизни не снимал бы, потому что он должен был выстраивать по рейтингу. Кто сегодня в рейтинге. Сегодня в рейтинге. Вот. И так далее, и так далее. То есть он в этой системе работает очень удачно. И я очень рада, что фильм «Притяжение» там сотрудничал мой сын как композитор. «Благодарность». «Одиночество». «Ненависть». «Любовь». «Любовь». «Благодарность нужна, чтобы преодолеть страх смерти. Когда нет смерти, не нужно любить, не нужно ненавидеть. Офигеть. Я этого себя в статусе не пишу, ладно?» И интересно, что я привела своего внука, Ваниного сына, и он сидел, посмотрел, а продюсеру было интересно, как ребёнок воспринимает. Он говорит, о чём фильм? «Фильм, что есть что-то больше бессмертия. А что? Любовь». Ответил мальчик, понимаешь? То есть вот это взросление, оно иногда приходит внезапно от просмотра какого-то хорошего фильма и так далее. Очень боялась за Сталинград. Потому что кто-то мне сказал, что он хочет сделать фильм «Судьба человека», что-то подобное. Нет, он сделал другой фильм, очень хороший. Мы сидели с Ваней, и я так «хорошо, хорошо». И там есть момент, когда ей дарят, девочке дарят кусочек мыльца, чтобы она помылась. «Вот подарочек тебе». «Спасибо». «Да ты понюхай его». «Благодать». Так трогательно, так правильно, так хорошо, у меня прям по сердцу. Поэтому мы просто разные художники. Думаю, что разные. Просто разные. Режиссура, на мой взгляд, это мировоззрение. Мировоззрение складывается не сразу, далеко не сразу. Это зрелость ума. Это желание сказать то, что до тебя никто не говорил. А еще нужно обладать организаторскими способностями, потому что на 10% это творчество, а на 90% это организаторы. Так утверждал Михаил Ром. А с чем было связано, как вы считаете, что исчезло не только детское кино, но и дети, которые играют? И для меня всегда это было странно и непонятно. Ну, как могли уничтожить лучший жанр? Детское кино, если его снимать по-настоящему, это в уровень блокбастера. Должны траты быть. Особенно сейчас, когда детки уже посмотрели летающего мальчика на метле, да, и все, они уже видели, да, плавающих, так или иначе, рыбок. Мы понимаем, о чем мы сейчас говорим. Они уже привыкли, что нужна компьютерная графика. А это очень дорого. Это дорого. И уже сказали, что ладно, бог с вами, золотая рыбка, не будем мы с вас требовать, чтобы у вас был кто-то еще, да? А то ведь было так, что вы найдите нам деньги на детское кино, а мы вам даем вот такую сумму. Сейчас это потихоньку перестраивается. Я надеюсь, что что-то будет. Вот сегодня у нас, к счастью, есть вы, Бурляев. Но мы же понимаем, что через 10 лет кто-то должен будет прийти на смену. Это 10 лет, это очень мало. Можно я тебе скажу? В Авгике уже набраны курсы авторского кино. Вот в данном случае его ведет как раз Николай Петрович Бурляев и моя дочь Маша Бурляева. Новые ребята, которые хотят авторского кино, да? Именно то, что должен поддерживать Минкульт. Посмотрим. Я бы начинала все-таки с короткого метра. Почему? Потому что сейчас очень популярен короткий метр. И если ты можешь, ты короткий метр потом, потом, если ты чувствуешь, что он уже зрителям принят, превращаешь в зрелое кино. Вот мой друг, который в Красноярске, он снял такой вот фильм «Пряник». Кстати, последняя роль Чуриковой. Я посмотрела, я поразилась. Это абсолютно современное, удивительное кино. Но знаешь, сколько снимал это кино? Много, 8 лет, по-моему, он снимал это кино. С короткометражки, которая получилась. И потом он понял, что ему нужны рейтинговые актеры, это, это. И вот потихонечку выстраивалось. И моя Маша Бурляева, которая была на фестивале на Алтае, она увидела этот фильм и говорит, «Мама, смотри, какой фильм!» Я думаю, что будет. Я думаю, что будет через 2-3 года восстановится эта сеть кинотеатров. Вот. И будем снимать сказки. Есть люди, которые мечтают снять детское кино. Ты просто их не знаешь. Я их знаю. Они есть в дебюте у Бори Токарева. Борис Токарев продолжает с Людой Глагдунг вести на Масфильме вот эти вот дебютные фильмы. Они есть. Они существуют. Только дать возможность. И они будут. Уверяю тебя. Знаешь, у меня была с Машкой. Она увлеклась американским кино где-то лет 8, по-моему. Ну, на телевидении были только американские фильмы тогда. Там что-то в неделю показывалось, ну, фильмов 10-15 только американских кино. Я говорю, Маш, ты не устала от этого? Мама, отстань, я не буду смотреть там. Я говорю, давай так. Мы сейчас поставим один фильм. А тогда эти были, знаешь, эти не диски, а... А кассеты, ВХС. Я говорю, один фильм, если ты первые 10 минут засмеешься, мы смотрим до конца. И я поставила полосатый рейс. Сама с удовольствием хохотала. Полосатый рейс. Потом она эту ВХС-ку носилась по всему Новодарину. Говорит, вы не видели? Давайте посмотрим с вами. Давайте посмотрим. Она стала просто фанаткой этого фильма. Фанаткой. И я своих детей тоже приучаю. У меня есть онлайн-курсы. У меня 11 международных было кинотеатральных таких вот школ. Сейчас их стало поменьше. Как ты понимаешь, серьезная ситуация. Но верных мне осталось. И вот мы собираемся там, где это возможно. И, скорее всего, мы в Абхазии в этом году соберемся с некоторыми нашими международными школами. И с Францией, и с Испанией, и так далее. Это тоже я на них надеюсь. Я на них надеюсь. Они любят Россию. Они билинговые все. То есть это дети двуязычные. Они очень умные. Очень. Я их обожаю. Они очень умные, развитые. И вот в каждой стране есть такой детский театр, где поддерживается русский язык. И вот я с ними связана. 11 таких международных школ. Тоже надежда колоссальная. Я думаю, что вот потихонечку их приучать. Приучать. Будут фильмы. Будут режиссеры. Будут фильмы. Сейчас перестраивается все. Вот понимаешь? От словов все. Я очень люблю это место. А хутор называется хутор Захара Прилепина. Знаешь почему? Почему? Потому что он собирает здесь молодежь и проводит некие лекции и так далее. Это была его инициатива. И все это поставлено. И это все, понимаешь, это очень мило, красиво. Есть на чем покачаться детям. Иногда тут даже каток делают и так далее. Вот такая красота. Вот здесь прошло мое детство. Здесь я ловила рыбок. Кстати сказать, здесь замечательная вода. Если ее когда-нибудь кто-нибудь серьезно почистит, то оказывается в 19 веке здесь были санатории из-за воды. Понимаешь? Это не совсем минеральная вода, но какая-то очень хорошая и целебная. Новый фильм выпустил какой-то модный режиссер с очередным модным именем. Не знаю кто. Модный состав артистов. Одни и те же лица. Значит, и читаю, значит, название не помню, но суть в том, что фильм про, как это интеллигентнее сказать-то, фильм про эскортниц. Я начинаю смотреть глянцевые журналы, главный кинотеатр страны. Значит, вот фильм про эскортниц. И вот этих эскортниц, кто были прототипами, туда привели. И вот они все фотографируют все это, показывают, боже, какой роскошный фильм, какой новый взгляд и все остальное. Мы с вами встречались, с которыми только заканчивались съемки «Снежный крыль». И я тогда ждал, что будет сейчас фееричный вот этот прием и еще что-то. И я искренне не понимаю, как фильм про эскортниц. У них презентация и там, а детское кино, которого и так нет. Солнышко, я не министр культуры. А если были? Я никогда не буду министром культуры. Это очень тяжелая профессия. Я бы отделила, как у нас было в советское время, Министерство культуры от Министерства кинетографии. Вот отдельно. Это отдельное государство. И только там решало какие-то проблемы. Я бы расширила экспертный совет, чтобы он был и зрительский, и такой, и сякой. А не было там каких-то странных людей, которых, в общем-то, народ не знает, которые решают судьбу поданных сценариев. Я уверена, что сценарий детских фильмов много было. И из них победила там штучек пять. И могут придраться к чему угодно. Вы неправильно написали вот это вот в заявке на следующий год. Мне говорили, ой, Наталья Сергеевна, я с иными подавала в Минкуле. Ой, Наталья Сергеевна, вы там неправильно написали, все. Ну, вы не волнуйтесь, осенью будет запуск другой. Не было. Ничего не было. Мне опять на коленке пришлось этот фильм заканчивать. И вот это тормозит все. Внимание, ребят, снимаем хотя бы там, я не знаю, 10-20 фильмов детских. Потому что под детской маркой в разное время снимали не детские фильмы. Не фильмы для детей. Но сейчас вот нужно это наладить. Это в первую очередь. А так как я тоже московский фронт культуры, я как-нибудь тоже проверю, кто будет делать детское кино. Сказки снимать надо? Надо. О современных детях надо говорить? Надо. О проблемах детских надо? Надо. Поэтому будет. Сегодня уже стали появляться фильмы для детей и юношества. Но все равно их не хватает, их мало. На мой взгляд, детское кино должно быть очень хорошим. Это прежде всего качественно. Оно должно идти навстречу фантазии ребенка. А фантазия ребенка – это безграничная фантазия. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы все наши изумительные сказки, русские, народные, не только русские, народные, а вообще сказки, были сняты и показаны детям. И о зверятах надо подумать, потому что дети все очень любят животный мир. И то, что детское кино обязательно вернется на экраны России, я в этом утверждена. А цензура должна быть? Обязательно. В каком виде? В очень мягком виде. Понимаешь, мы все перестраиваемся сейчас. Я не хочу политику затрагивать. Мы снимали под голливудское кино. У нас это не получилось. Вот просто не получилось. От слова совсем. Мы снимали под кого-то, под чего-то. У нас очень своеобразное мышление. Своеобразные очень дети и так далее. Я уверена, что в переходный период нужно опять обернуться к классике. И не забывать, что у нас, ого, у нас юбилей Островского. 200 лет. Снегурочка. У нас на следующий год опять юбилей Пушкина. А сказки Пушкина где? Наумов Владимир, мой друг, любимый, ходил один по коридорам масс-фильма и говорил, Наташенька, я не могу, мне не дают денежек закончить фильм. Академик. И я просила за него. Он говорит, да что ты там, он что-то наснимал. Ну да, он своеобразный художник. Он что-то подбрег или что-то. Но он так видит. И я мечтаю, если признаться тебе, я мечтаю завершить его фильм. Мечтаю. Да, я буду очень сокровенно относиться к Наташе Белохвостиковой, которая должна была сниматься. Она все это знает, моя сокурсница, все это помнит. Но дайте возможность завершить сказку о царе Салтане. Но дайте возможность какие-то уже вещи, которые мы имеем, просто завершить. Ну мне дайте завершить «Снежную королеву» в 3D. Все материалы еще есть. Давайте перевыпустим наши фильмы. Кстати, кое-кто согласился со мной по этому поводу. Моя мачеха меня выгнала. Дедушка, а вы кто? Я Март. Отлично, это откройте, Давид. Наталья Вандарчук. 12 месяцев. Ну тогда держись, Давид. Ладно, не будем в снежке, они не лепятся, к сожалению. Руку, руку. Да, давай руку. А то тут скользко. Я хочу задать, может быть, ну так серьезный достаточно вопрос. Вот вам, как человеку, которому высокой культуры, из суперинтеллигентной семьи, из цвета нашей культуры, глубоко привязанной к природе. У вас не возникает внутреннего диссонанса, когда вы приходите на телевизионный эфир, и вам, к сожалению, нужно находиться в одном помещении с людьми, которые забыли, что такое культура, которые больше обсуждают желтое, личное, грязное, нежели то, ради чего собрались, ради того, чтобы людей образовывать. Знаешь, я тебе отвечу словами мамы. Я когда что-то возмущалась по поводу других людей, она говорит, ну не всем быть такими, как ты, и каким, как я. Понимаешь, о чем она говорила? Значит, у них, их духовный рост, развитие будет чуточку позже. И все, и все, и все равно, и все равно их подведут к тому, что вот, ну, жизнь бесконечна. И нужно выбрать те моменты, вот знаешь, как вот если бы ты хотел это забрать с собой туда. Ты же не будешь какую-то мерзость туда забирать, иначе ты будешь окружен этой мерзостью. Я вот сколько лет смотрю за вами, и все думаю, когда вас прорвет. Я понимаю, что вы ходите, когда приходите на телевидение, на передачи, вас в какой-то момент, наверное, выключают или вырезают, потому что в какие-то моменты, я думаю, сейчас станет Татья Сергеевна и вмажет. Кому-то, значит, за что-то, за очередной какой-то выпад. Ну, я вмазывала много раз. Я видел. И более того, даже физически. Это я тоже видел. И я все думаю. Дело в том, что об этом я в очередной раз подумал в этот Новый год. Мне позвонили, сказали, ты что, не понимаешь? Ну, вот продвинутые люди, некоторые из молодого поколения журналистов, новый фильм покажут по очень раскрученному телеканалу, который подарил нам кучу несмешного юмора. И когда этот новый фильм оказался ремейком в очередной раз фильма Эльдар Санчерезанова, значит, «Ирония судьбы с легким паром», я начинаю понимать, что если мне звонит 25-летний журналист, который окончил журфак и рассказывает мне, что какой-то суперновый фильм выходит на суперраскрученном канале, я понимаю, что в 25 лет этот человек, у которого, к сожалению, есть диплом о высшем образовании, пойдет с этим дальше, поедет к кому-то на интервью, приедет к вам и скажет, «Наталья, к сожалению, не знаю вашего отчества». «Да, да, 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 ой, а знаешь, сколько мне это говорят сейчас? Ой, солнышко мое, не знаю отчества». Потом приходит с одного канала, не буду говорить, с какого, молодая такая женщина говорит, «Ой, значит, вы мне дадите интервью, ну, я говорю, скажите, пожалуйста, о папе. Я говорю, назовите два фильма папиных, «Чистое небо». Чухрая, там еще какой-то фильм она назвала, «Мимокас». Я говорю, простите, пожалуйста, но вам я давать интервью не смогу. Посмотрите хотя бы пять папиных картин, ну, например, хотя бы во фрагментах «Войну и мир». Они сражались за родину и судьба человека. И приходите ко мне, если у вас будут вопросы. А нет ощущения, что мы сейчас в аду? Нет, абсолютно. А если мы обратимся к культуре? Нет, можно я тебе скажу, где мы сейчас находимся? Где? В чистилище? Да. Земля – это чистилище. Потому что есть более восходящие миры и есть более нисходящие миры. Вот. Они существуют. Но я не навязываю никогда свое мировоззрение. Это неправильно. У каждого оно свое. Но в каждой культуре, в каждой культуре, если она такая глобальная, есть эти намеки. Понимаешь? Есть. Много домов у отца моего. Ну, неужели мы бы такие, в общем, самозванцы, что закидывает туда голову на безбрежное количество звезд, звездных систем и думает, что мы одни? Ну, это просто наглость, я считаю. Вот. Мы не венцы Вселенной. Далеко не венцы. Да. И у нас вот такой земля переходный, достаточно, на мой взгляд, глобус, где проверяется, мы сдаем свои экзамены. Каждый свой. У каждого свое. У меня был урок, общественного знания, по-моему, назывался, и я на доске нарисовала вот этот знак вечности, да, перевернутую восьмерку. Я говорю педагогу, я говорю, мы открыли, что, да, вечность существует, бесконечность, а мы часть нее, правильно? Да, конечно, Наташенька. Ну, вот это же бессмертно, а мы части бессмертного. А почему вы считаете, что мы умрем? Она как закатила истерику моим родителям, что я читаю, почему я так размышляю и так далее, и так далее. Мой первый фильм «Детство Бэмби». Я оттуда все, что могла, для детей рассказала по этому поводу. У меня даже знак вечности Марис Лепа, вот когда он играл короля, у него здесь вот знак вечности и здесь знак вечности. Да, «Лотос» у меня еще там, огонь в «Лотосе» и так далее. Слава Богу, был Армен Николаевич Медведев главным редактором, а там какая-то редакторша говорит, а что это у вас за цветок? «И что это за там вот эти темы религиозные в фильме?» А ее перебил, слава Богу, Армен сказал, «Знаете, цветок, вот это как новая модель нашей кинематографии, никто не знает, но красиво». И закрыл это тело. Я так и буду... И картины не положили на полку, а могли. Могли. Детскую картину могли. Из-за того, что я внесла туда все, что я могла. О бессмертии. Понимаешь? Никто тебе не друг, не враг, но каждый человек тебе учитель. Я хочу сказать, что тратить время свое на болтовню нельзя. Можно растратить всю свою энергию. И если ты говоришь с кем-то или о ком-то, то надо говорить самое главное. Чем человек жил? Почему он такой, а не иной? И каждый человек – это Вселенная. Это безбрежный океан. Его чувства, его мысли. И понять другого человека – это понять самого себя. Потому что только так мы можем понять, как мы относимся к миру. Лет 10 назад мы снимали документальный фильм про юбилей фильма «Жене Бальзаминова». И мы ездили с Инвариной Макаровой в Суздаль. В Суздаль. И вместе с ней ездили, мы забирали ее из дома, писали интервью у нее дома. Ездили в Суздаль. Прекрасно. Трелесть. Да, делали роскошный, делали концерт для людей. Там замечательнейший. Причем роскошный, причем пришел весь Суздаль, в этот ДК набился весь Суздаль. Приехала Инварина Макарова, сейчас будет все. Там были и стихи, и песни. В этом возрасте, я замечу. Да, да. Самое хорошее время было это вечерний посиделок, когда мы сидели, у нас были соседи номера, съемочная группа, редакторы. Мы собирались, Инна Владимировна рассказывала о том, как они ездили в Африку, фильм «Женщины» показывали. И вот и до. Какие были операторы, как люди общались и так далее. Прошло много лет. И вот я приезжаю сегодня, кого мне предлагают в «Примадонны», в народных артистов. Не знаю, есть у них звание, нет, Россия и так далее. Я начинаю внутренне плакать, потому что вот этого уже нет. И, к сожалению, вот те, которые с нами, не знают, что вот то, что мне дают, это ну, самый замшелый суррогат, который только может быть. А еще с выпендрежем. У меня сейчас, вот все готовы к съемке, у меня сейчас должен быть обеденный перерыв. Вот это нью-звезда, да? Вот мне нужно заранее, вот это, 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 чуть ли не до розовой бумажки в туалете. Рейдер, рейдерская. Я согласна с тобой. Это не народные артисты. Их забудут. Их даже память забудут о них. И фильмы эти забудут. Когда унизили моего отца, ты помнишь этот момент, да? шла дискуссия. Скажем откровенно, случались в ней и полемические перехлесты, и субъективные оценки. Но главным и основным была тревога, неуспокоенность, признание необходимости важных и глубоких перемен. Серьезно критиковалась практика ведения дел как Госкино СССР, так и правления и секретариата Союза кинематографистов. Через 12 лет Никита Сергеевич Михалков показал обращики кино, которое не в это время сняли. Чернуху полную, 90-е годы. Когда говорил, ну ладно, ты будешь сегодня режиссером, вот тебе куча денег, а вот вот это будет артистка у нас будет, а вот это оператор, давайте снимать кино. Все, начали. И вот они наснимали. Вот 20 лет поколению, которое сейчас уже взросло, которое взращивается, на социальные сети, на вот этих вот совершенно криминализированных сериалах и фильмах или про, значит, где, или полуголые бегают, там они чем угодно занимаются, либо убивают. Самое страшное еще сделать телевидение, некоторые передачи. Совершенно откровенно. У нас, вы назовите сегодня 15-летнему ребенку, назовите фамилию, Абдулов, Джагарханян, Мишулин и так далее, они вам не скажут, где они снимались, они скажут, это тот дядя, у которого 25 детей по ДНК. Так вот отсюда у меня вопрос. Вот вы как человек, который видите вперед на 20-30 лет. Какие темы сегодня для кино актуальны и должны быть, а какие должны быть вычеркнуты наглухо на ближайшую четверть века? Нам не нужно ни под кого рядиться. Это первое. У нас есть самостоятельная древняя культура. У нас есть такие вещи, которых нет нигде. Золотой век век литературы. Мы знаем «Белоснежку» по весне, и все. Но ведь есть сказки Пушкина, есть сказки Толстого, потрясающие. Неважно, Бьянки это, или какой, но есть сказ, сказочный мир. Дети страшно любят о животных. Но сделайте им, девочка, дельфина, и так далее, и так далее. Они очень любят животных, и они близки по вибрациям к животным. И сколько загадок в мире. Я, например, когда мне говорили, а если бы ты не поступил в Волге, кем бы ты была? Океанографом. Я, во-первых, была влюблена в человека-амфибию. Постой! Я пришел сказать, что люблю тебя. Так значит, это любовь с первого взгляда. А разве бывает другая любовь? Это я ему успела сказать при жизни, корень его. А он такой, я была в вас влюблена. Он говорит, да знаю я. Потому что все тогда были влюблены в человека-амфибию. А я сидела, бедная, с бабушкой, бабушка на пригорке, ныряла, уцепившись за камень какой-то в море ейском, за каменеку и сидела. А бабушка считала, сколько минут я сидела под водой, чтобы встретиться, наконец, с человеком-амфибией. Пожалуйста, космос. Кто сейчас хочет быть Гагарином? Ну, в наше время, когда Гагарин полетел, извини, но мне много лет. Так в наше время мы хотели стать космонавтами. космонавтами. Прости, пожалуйста, я видела, сама выходя на улицу, что люди брата, что целуются, Гагарин полетел. Все хотели быть космонавтами. Сейчас не очень. Но, слава богу, вот мой друг снял в космосе, да, и Персель полетела, и замечательно снялась, и все, и мы на 12 апреля получим этот фильм, и будет всплеск сразу же детей, которые захотят быть в космосе. Обязательно, понимаешь? Потому что, когда мы сняли «Красное и черное», например, я видела молодежь с томиками Стендаля, они читали «Красное и черное». Тот день, когда Жюльену объявили, что он должен умереть, яркое солнце заливало все кругом своим благодатным светом, и он чувствовал себя бодрым и мужественным. Ничего, все идет хорошо, сказал он себе, я не дрожу. Им главное вот направление дать, вот это направление, куда смотреть, понимаешь? Столько тайн мировых, да мы себя разве знаем? Вот как раз-таки смотрю на эти пейзажи, вспоминается, Розына Владимировна, вы маленькая, на автокарточках и так далее, то, что она показывала. Есть ли у вас сегодня ощущение детства, когда вы вот смотрите все? Когда я на качелях, ну что ты, конечно, у меня ощущение детства, полного детства, и ты меня так хорошо плавно качаешь, и я вижу свой любимый лес, но, к сожалению, простого подхода сейчас отдачи к лесу не существует, все в заборах и так далее. Но у меня хорошие отношения и с Прилепиным, и с этими людьми, которые сделали этот парк. Знаешь, вот природа, они, вот эти вот деревья есть, ровесники мои, и они будут жить после меня. Я иногда выхожу в лес и обнимаю. Особенно я люблю кедр. Ну, это вот из-за того, что мама из Сибири и так далее. Вообще природу я люблю. Наталья, знаешь, с древнегреческого это природное. Вот. И я не люблю ни одну столицу мира, я тебе хочу сказать, даже Париж. Ну, интересно, да, все хорошо, но природу я люблю больше. И когда я попадаю в какую-то уникальную природную атмосферу, например, Новая Зеландия, да, с гейзерами, с древовидными папоротниками, мне это интересно, безумно интересно. Или я попадаю в Исландию, например, и тоже страна гейзеров, ветров и так далее. И какой-то человек, который возомнил, что он может что-то сделать с этой стихией. Ага, можем мы сделать с этой стихией, только навлечь ее на себя. Вот это что мы можем сделать, к сожалению. Поэтому для меня Пришвин, так сказать, все, кто писатели, которые, и наши, конечно, деревенщики, и былов, астафьев, все они мне драгоценны. Почему? Они любили природу. Они уважали природу в себе, как люди, и вот это, вот этот вот роскошный мир. Сегодня совершенно безосновательно могут взять любой фильм, вот современные продюсеры, если они посчитают, что секретарша Верочка должна быть мальчиком, и совершенно спокойно это выдадут. Вот завтра стрельнет кому-нибудь в голову вот этому чудо, гению современной культуры и скажет, а что это у нас война и мир лежит себе спокойно. И я вот все, когда увидел этот ужасный фильм в Новый год, я подумал, что что будет с вами в этот момент. Потому что... А я ничего, я не смотрю такие вещи, во-первых, но мне показывают во фрагментах. Есть режиссеры, которые... Я... Я... Я выступаю против этого. Особенно, если это касается дворян и дворянской культуры, которые достаточно... Я вообще «Золотой век» достаточно хорошо знаю исторически. И когда мне показывают, вот как в наших мундирах задираются юбки... Ну, ты знаешь, режиссер, о ком я сейчас говорю. Все знают. Все знают, да. Я не буду называть его фамилии, я не буду его пиарить. Но когда я это вижу, я считаю, что у нас должна появиться цензура на такие вещи. Обязана. Обязана. Является ли это искусством? Нет. Не является. Не является искусством. Потому что если ты играешь, то у тебя от ужаса там ты за пределами палец себе порезал, чтобы не сделать этого. Или ты на глаза у всех режешь себе палец. Вот это искусство. А вот это физиология. Можешь себе представить сцену мою с Колей Еременко перед гильотиной красным и черным? Когда он должен умереть, я знаю, что он должен умереть. А если нам сейчас умереть? кто знает, что будет на том свете? Может быть, мучение, а может быть и вовсе ничего. И мы испытываем катарсис от общения. И зрители плачут и возвышаются душой. Катарсис происходит. Перенеси эту сцену в настоящую тюрьму, где лишат жизни этого человека. Будет ли это искусство? Нет. Это не будет искусство. Искусство? Да, мы можем показать ненезы, как показывал Достоевский, упасть на дно. Но обязательно поднять этого человека и привести его в состояние окрылённости, света и жертвенности. Вот мой любимый фильм у Тарковского «Жертвоприношение», где вот этот писатель сидит, он не молится на коленях, он молится сидя, неважно, вот даёт какому-то верни, и отдам всё, что у меня есть, что я люблю, дом, ребёнка, только верни это всё, Третья мировая война и атомный изрыв. И всё возвращается. И только один человек знает, что он носитель этого секрета, что он должен не разговаривать с собственным сыном, что он должен поджечь свой дом и так далее. Жертвоприношение. Ну же, Александр, ты не можешь здесь оставаться. Если его в искусстве не будет, жертвоприношение, когда человек жертвует собой ради чего-то, только он точно должен знать, ради чего. Это не должна быть случайности. Ради чего? У тебя есть смысл твоей жизни? Или она бессмысленна, и ты просто сказал, да нахрен мне жить твою, и всё. Нет. Ты должен ценить свою жизнь, ценить здоровье, и всё. Ну вот, вот, ребёнок, вот, вот нужно, нужно подействовать. И ты выбираешь. И каждый день, каждый божий день ты выбираешь что-то такое, что ясно только тебе и перед кем ты отчитываешься. Понимаешь? А сейчас такое время. Но ведь время делать, знаете, как хорошо описывали в своё время великие психиатры и неврологи. Чем отличается общество от толпы? Вот мы сегодня толпа, потому что общество – это сосредоточение личностей. Ну нет. Я с тобой полностью не согласна. У нас есть личности, у нас есть великолепные писатели, они так или иначе собираются на этих шокшинских чтениях, они читают свои стихи, свои произведения и так далее. Всё это есть. Я не согласна с тобой. Я-то обратно выйду. И нарождается новое. Нарождается новое. Оно всегда нарождается на вот, знаешь, говорят, гинии рождаются, знаешь, где больше всего? На сломах земли. Вот на, когда, вот где-то там. И вот сейчас слом истории, где меняется всё. Вот всё. Сегодня вот эти темы, которые неудобные, наверное, неудобные про детей, неудобные про взрослых людей, про людей пенсионного возраста, про людей не с ограниченными возможностями, а с... Безграничными. увеличенными потребностями и так далее. Почему про это сегодня тоже? Это как-то или замалчивается? Нет вот этой вот доброты, это же воспитывается целый пласт людей. Я тебе хочу сказать, другого нет ещё. Милосердие. Есть такое великолепное слово. Милосердие. Понимаешь, милосердие, оно именно скармливается с молоком матери. Когда мы говорим о детях с особенностями развития, то раньше они же тоже были. Но ты даже не представляешь, как чудовищно в советское время у нас не было, например, после войны этих инвалидов. Их ссылали за определенную, чтобы они не портили вид. Сейчас уже нет этого. Сейчас есть люди, которые этим занимаются. Но как тяжело им материально, если бы только знала. И у меня в фильме, он художественный фильм, но там нету ни одного посыла, который бы не был в реальности. Маша занимается с иными детьми, приходят и там её друзья арендуют вот это помещение и на глазах у детей говорят вы метаетесь вообще отсюда. Евгений, я вас слушаю. Мария Сергеевна, к сожалению, я должен убедительно попросить вас освободить помещение. Я не буду продлевать с вами аренду. Подождите, подождите. Как так? Мы вам исправно платим. Да, но другие арендаторы нашего центра, они не желают здесь видеть ваших подопечных. И всё это я на экран. Смотрите, ребят, что мы делаем. А ведь эти люди, они иногда более талантливые, чем дети без особенностей в развитии. Церебральный паралич. Ну да, он сидит в этой в коляске и так далее. Вот моего мальчика, я думаю, что мы вытянем одного Павла. Он у меня во второй картине сейчас будет сниматься. Я умнейший. Я же чувствую, у него потенциал фантастический. Но работают только родители над ним. Ребята, вот этих центров должно быть очень много. Вот. И поэтому милосердие проявите. Все должно быть перестроено. На мой взгляд, все должно быть перестроено. От и до. Вот перестроено для того, чтобы у детей была возможность учиться вместе. Но для того, чтобы ему учиться вместе, предположим, это аутист, у него должна быть комнатка вот здесь, рядом, где он приходит в себя. Для него все. Вот этот свет, вот это все. Раздражающий фактор. Шум в ушах, все. Ему нужно побыть самим собой. Приведите ребенка там, успокойте его, все, потом опять в социум. И если раньше этим заниматься, ты знаешь, что я вижу детей именно с аутическим синдромом, которым ни один сейчас профессор не даст этот диагноз, потому потому что его поймали в два полтора года. И занимаются, занимаются лошадки тот, пятый, десятый в социум, да, трудно ходить, иди в поход, там, тот, все, пятьдесят, и все. Да, он будет чуть-чуть иным, чуть-чуть иным. У него будет, например, выбранный один путь, художественное творчество или декоративное творчество или вот этот вот какой-то дизайн, но у него это будет, и он не будет висеть на государстве, он не будет, а это надо делать, к сожалению, до трех лет. А упустил такую возможность, другой совершенно будет результат. И вот я занимаюсь этим более двадцати лет, не думаю, что это у меня прям вот так вот раз, а она снимает. Нет, у меня тонны бумаг, вот я всемирно смотрела, что вообще творится, почему на 15-20 процентов каждый год в каждой стране увеличиваются дети с аутизмом. А может быть это не болезнь? И меня пришло в голову, я даю эту тему для размышления, а может быть это эволюция человечества? нам сказали, ах, вы так? Да? Так вот так будет. Эти дети больше понимают животных, чем мы, ближе к природе. Они не лукавят, они не могут это делать. Они говорят правду, даже если это правда будоражит оппонента. Понимаешь? Они не лгут. А если это будущее человечества? А если это крен в эволюционной системе, да? За то, что мы столько натворякали, натворили на этой планете? давайте задумаемся, что это за дети? почему ребенок, который вроде считается тяным, он говорит, сейчас папа приедет. Да нет, он там в другой стране. Сейчас он уже въезжает. И папа въезжает. Как он это, как он видит, как он чувствует? Значит, у него другая система координат. А если они когда-нибудь нас спасут от чего-то серьезного, да? Которое огражает земле и так далее? Потому что они будут видеть то, что мы не заметим. Ты помнишь этот фильм, когда падают спички, да, у Дастана Хоффмана? И он считает каждую спичку, когда она ложится на землю. Они это способны делать. Способны. Я хочу, очень хочу, чтобы у вас выходило больше фильмов и не просто больше фильмов. Я алкаю, обожаю это русское слово, алкающий, алкать. Вот я алкаю, я жажду, что вы воспитаете не просто своих детей, замечательнейших тоже работников кино, режиссеров, артистов. Я алкаю по личностям. И я понимаю, что вот сегодня у нас есть возможность прикоснуться к личности, к личности великих людей. И вы тоже станете через несколько лет, войдете в состав из лучших, в состав великое. А остальным что делать? Я жажду, воспитайте пожалуйста личности, чтобы через 20, через 30 лет у наших зрителей, которые только-только начинают ходить, а может быть говорить, а может быть некоторый институт заканчивать, у них была возможность не слушать тынс-тынс и не видеть весь этот разврат эпохи сегодняшнего кинематографа, а увидеть то светлое и радостное, которое дарили ваши родители, которое дарите вы. Будем стремиться к прекрасному. Обязательно. Будем стремиться. И стремление это приведет нас, знаешь, от лучших мыслей к хорошим поступкам это вот прямая дорога. И спрашивать нужно только с себя. Вот чуть-чуть, как нам Святослав Николаевич Райли говорит, все говорят, как, с чего начать, как изменить себя. Говорят, сегодня ты делаешь свою работу чуть-чуть лучше, чем вчера, завтра чуть-чуть лучше, чем сегодня. И если это будет все время, это будет космический прогресс. Я желаю маленьким детям много-много шалить. Много-много трудиться над своими поделками, над своими какими-то тайниками, потому что все у вас есть, все у вас под рукой. И, закрыв глазки, путешествовать. Путешествовать, предположим, в космосе, на какие-то другие планеты, встречаться с инопланетянами, встречаться с разными животными. Я желаю вам мечтать, научиться мечтать, исследовать своей мечте. Это маленький. А взрослым любить детей, охранять их, охранять их очень трогательные души, учиться у своих детей, потому что мы их учим, и у них есть чему поучиться. И главное в наше время проявлять милосердие. 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 Милосердие.